Стриптизерам могут запретить носить форму пожарных. С такой просьбой в Госдуму обратились производители оборудования для пожаротушения. Они уверены, что так танцовщики оскорбляют чувства и достоинства сотрудников МЧС. Это замечательная инициатива. Очевидно, что на очереди профсоюз медсестер, стюардесс, морячков и плохих училок. Надо запретить клип фильма Киркорова «Медсестра по глазке в барливой повязке», «Матросский танец яблочко» и, конечно, стюардессу по имени Жанна, которая, ко всему прочему, еще и желанна. Ну ты что же за достоинство такое, извините за выражение, у сотрудников МЧС, что его это достоинство может уронить любой стриптизер, который медленно опускает лямки и снимает с себя кевларовый комбинезон, оставаясь в одной фуражке. Экзальтированные дамочки штабелями падают налево и направо от вспыхнувшей страсти, которую не потушить. Ну хорошо же, когда женщины любят пожарных. Но нет, любить пожарных, медсестер и летчиков можно только по постановлению Госдумы с регистрацией в органах ЗАГС и для пущей надежности с венчанием. Но зачем они все время лезут в нашу жизнь? Какое им, простите, дело у кого на что стоит? Почему не считают, что народ только и ждет, чтобы оскорбить чьего-нибудь достоинства, чувства верующих, переписать историю и усомниться в великих победах? Вы чего? Хотите, чтобы стриптизеры выходили на сцену в серых костюмах депутатов Госдумы? Или как Игорь Иванович Сечин весь в лор пьяно? Что ж за зуд? Сменка, форма, кадетские классы, патриотическое воспитание, районный прокурор надзирает за университетами. Как бы там не пропагандировали европейские ценности. И не дай бог, не занимались бы изучением работы госорганов со зловредной целью улучшения их работы через критику существующих порядков. А то еще, знаете, дровят в выборах участвовать. Выборы вообще вещь крайне сомнительная, либеральная. Какой фильм смотреть, какие книги читать, за кого голосовать, кого и как любить. Ишь, пожар выходный любит. Путина любите. Надежно, патриотично, проверено временем. Аахаа… Аахаа… Ааха… Продолжение следует...